ну давайте продолжим получается у нас code lab 2 и это уже вот как раз про то зачем это нужно зачем нам нужен life cycle давайте получается вам нужно будет вот этот проект который мы делали можно его просто продолжить если вы это не делали то можно его download опять и эту его с этой точки продолжить вот так как мы его делали мы просто его продолжим я обратно перешел на save branch и тут добавил получается вот это dessert timer и тут вот вот это класс и он был изначально комичен то есть у него был такой коммент я убрал этот коммент использую там command в общем вот этот знак вот комит он комит комит он комит и и создал его в рыбу и инициализировали его тут просто по степам на нашел и надо делать первый комит то где выделим и вот у нас комит ну получается этот класс у нас запускает таймер когда мы вызываем старт таймер он запускает таймер это один из пути как можно асинхронно программировать в андроиде есть понятие handler есть понятие еще лупер да вот мы и лупер это означает главный поток то и когда мы создаем хендлер мы создаем хендер который использует главный поток то тут в этом хендлере можно вызвать метод постделей который берет рановал ну рановал это интерфейс получается и у этого интерфейса есть один метод то ран то есть этот хендлер берет этот интерфейс то есть его имплементацию да вот так можно в код линии создать имплементацию этого интерфейса и если вот так можно если у нее только один метод вот так можно имплеметить этот метод и в этом методе он получается вот давайте вот вот этот интерфейс брал и вызывает его вот этот run-метод после секунды, типа delay millis, 1000 мили это 1 секунда, то есть он вызывает вот этот метод через 1 секунду, и внутри этого метода он увеличивает секунд скаунт, и вызывает лог, и еще раз shadow it, то есть вот это у нас, скажем так, зарегистрировал, и он еще раз тот shadow it, то есть это как луп, он каждую 1 секунду будет увеличивать секунд скаунт, и логировать его, вот, стоп таймер просто убирает вот этот, то есть он останавливает, remove callbacks, можно так остановить хендлер, так, кратко об этом все, вообще, если хотите узнать про хендлеры, там лупер, это тоже такой нелегкий топик, он отдельный вообще топик, можете вот посмотреть вот это видео, он старый, но он такой, годный, да, вот потому что луперы и хендлеры, они не меняются, вот код tutor channel, и тут вот у него есть плейлист, можете весь этот плейлист посмотреть, и это прям очень хорошо объясняет, ну, если хотите понять, как работает Андрес Холта, и в интервью тоже задают, что такое хендлер, что такое лупер, типа, вот такие вопросы, давайте пока продолжим, давайте вот у нас main activity, ну, давайте добавим в onStart, когда у нас activity видно, стартуем наш таймер, старт таймер, и в onStop, когда его не видно уже, делаем стоп таймер, да, вот, ну, и давайте запустим его, можно, в 28-м тоже запустим, вот, давайте посмотрим логи, выберем эмулятор, main activity, вот, видим, что вызвался onCreate, onStart, onResume, да, и... у нас тоже был вызваться вот этот хендлер, но он что-то не вызвался, а, у нас, да, у нас тега же нет, вот, да, мы должны использовать тег main activity и тег desert clicker, вот это, ну, вы, если заметили, у нас тег получился вот такой, потому что вот это вот, он как inner class, то есть мы создали имплементацию runnable и он как inner class, поэтому он вот так происходит, вот так и через доллар, да, когда мы вот так сразу создаем его имплементацию, вот, но это не важно сейчас, нам сейчас важно вот это, видите, count продолжается, он каждую секунду создает локта но если нажмем кнопку назад он должен остановиться на потому что мы вызываем он стоп а он стоп мы его убираем да то есть видите вот этот эмулятор кстати работает 31 не работал когда нажимаем назад тут тут вызывается он destroy такой прикол на наверно там 31 эмулятор какой-то оптимизации что не каждый раз создавать activity когда нажимаем просто он back если у нас там памяти хватает он наверно не его не убивает но обычно убивает то есть обычно активите там умирает да да если вот заходим обратно у нас он начался опять то есть ну как expect это так и должно быть но если нажмем вот это share да он продолжает то потому что у нас в он баузе мы его не остановили да мы останавливаем его вон стоп когда активите не видно а тут он видно но если вот так просто уйдем нажимая вот этот home button не back button на home button да то у нас он остановился потому что он стоп вызвался и когда возвращаемся он начал оттуда где мы остановились то почему потому что у нас активите него не уничтожался да то есть активить у нас еще жив и все варе было и вот который тут стоит вот это да все таймер он еще жив то есть он использует тот же класс то и свой стоит он хранит скажем так ну если вот вот это убрать да если тут добавить коммент и запустить то у нас он не остановится да давайте допустим и это вот бак то то есть то не остановится он дальше происходит если вот так уйдем он не остановится да то есть ранится но у нас активите не visible то то есть его не видно и это может некоторых случаях это может быть плохо да ну про самый простой кейс это видео допустим вы показываете видео и пользователь там отошел да и там кто-то ему звонил и у вас видео будет еще играть это еще показываться да там то есть он будет память занимать если вы забудете фон стоп вызвать стоп таймер да и там стоп видео да допустим вот это один кейс но с другой стороны если у вас музыка и если музыка обычная музыка должен продолжаться да когда вот так уходит но музыка вообще по-другому не применяется но давайте пока что это как пример да просто когда вот так уходим музыка продолжайте играть то и в этом кейсе это как-то нормально да то есть это зависит от кейса но в случае музыки если мы обратно вернемся то он вызывает старт таймер два раза да то есть старт таймер называется еще один раз и это так это может быть не то да если вот допустим старт таймер мы запускали свою музыку то он перезапустится да как то это и это тоже баг то поэтому если мы хотим его мы должны вот вот это перемещать вот сюда но думаю вы поняли да то есть тогда у нас он кредит не вызваться вызвать он старт и у нас музыка будет просто продолжать играть то и соответственно это нужно будет перевести вот сюда ну тогда у нас будет музыка играть когда мы вот так отошли вот тут про спасу и тоже про это говорится но там какой-то этот вот это там так прямую говорится да без примера все вроде да давайте посмотрим это тоже ранее и давайте очистим вот 4 он заново не начался до отошли он не становится продолжается вернулись тоже продолжается не остановится нажимали back button активить уничтожался и все до остановился в случае музыки есть там яндекс музыка вы знаете что когда мы даже это убираем отсюда он продолжает то играть или не не знаю вот когда нажимаем back button но точно продолжает играть но убираю от него не уверен не попробовал да потому что он использует что-то сервис который называется for игра он сервис тут видно будет его если заметили но это мы пройдем самом конце этот просто так то для знания вот так давайте давайте комит ним это тоже то у нас получается старт и стоп таймер ну это у нас базовая то это у нас базовые приложения но у нас со временем приложение становится комплекс и если мы будем добавлять такую логику там в активе или фрагмент вот такую логику то у нас активе и фрагмент возрастается до код у него там очень много кода будет и когда мы используем вот музыку анимацию сенсор 100 их всех надо будет там остановить там вон стоп или там он destroyed да вот допустим анимацию когда вы делаете какую-то анимацию если пользователь отошел его нужно будет уже остановить то если весь этот код добавить то у вас будет большой такой активе тита и это типа считается не очень хорошо потому что это противоречит принципу single responsibility да то есть у активе сейчас много responsibility что он все делает активе тита поэтому нам нужно делать декаплинг типа то есть нужно создать отдельный класс который ну в общем это можно так отделить нужно то есть и до этого android предусмотрели ну то есть не предусмотрели это потом появился ранее такого не было и потом появился вот библиотека который называется life cycle вайбраре вот давайте я покажу это вот это у нас библиотека и он часть android jitpack android jitpack это вот suite of libraries то есть это такой suite of библиотек который помогает нам follow да давайте продолжим получается вот есть jitpack это такой suite of libraries то который помогает нам то есть у нее куча таких полезных библиотек и вот это compose это тоже часть чем jitpack то вот это вот это у нас декоративный UI то пейджинг есть ну много-много таких библиотек и мы получается будем использовать life cycle library from jitpack compose да вот есть вот три части да это life cycle owners то есть у life cycle library есть три части да это life cycle owners это вот как раз те activity фрагмента это те классы где у которой есть life cycle да то есть они имплементируют life cycle owner interface и и поэтому они owner да типа и вот есть life cycle класс который вот у life cycle owner interface есть типа класс life cycle и который содержит current state of life cycle owner ну давайте сейчас посмотрим его думаю не стоит так это сказать то будет наверное непонятно есть еще life cycle observers это который клиенты да то есть то есть это те классы которые смотрится этим life cycle и там ожидает что-то вот ну получается чтобы сделать декаптинг то нам нужно будет создать класс life cycle observer давайте создадим его ну то есть у нас это уже есть ну то есть у нас это уже есть можно просто имплементить этот интерфейс чтобы вот этот класс смог получить callback это так вот и этот класс должен получить life cycle конструктор аргумент и кстати если у вас новый проект вам нужно будет добавлять тут можете прочитать какие каких добавить ну допустим вот композа заходите есть инструкция как давать но так как он уже тут добавлен это можно увидеть вот тут так констрейт layout так это точно тогда androidx life cycle а получается да это это не как библиотека это уже интегрировали то есть это уже часть sdk да раньше этого вроде было как библиотека на получается да вот он библиотека тут вот что-то тут что-то посмотрим хотя взглянем на source код да вот life cycle life cycle.com и он является иди прикольно это получается нет да что-то он непонятно как он тут сработал так вот это у нас платформ вот эта библиотека каким-то образом он тут оказался да есть еще live data run time все есть прям где-нибудь где-нибудь и Маги-анима. 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 Можно так проверить его. Давайте его удалим. Быстро проверим. А, нет. Не часть этого. Прикольно. Константлива. Может часть его. Надеюсь, я его тоже увидел. Хотел показать, как это давляется, но... А, опять он есть. Что за? Как он тут? Тиммер. Это Тиммер. Ну, это у нас Kotlin, да? Unify Enabled Compose. Kotlin Android. Вот тут их не должно быть. Может из-за этого? Ну, ладно, пока займем тогда. Вернем вот эти два класса. Что-то да. Какая-то магия. В общем, если у вас это красный корид, то нужно будет его добавлять, да? Вот уже разбирать. Сейчас мы строим... ..... Возьмем компоненты. Возьмем Android Architecture Components. Ну да, вот так должно быть, они должны были вот так давляться. То есть вот так библиотеки, да, вот. У каждого есть свой библиотека. Отчета, отчета их нету. AppModule. Ага. Вот видите, вот еще один библиотек. Ну вот, вот. Вот так они должны были давляться, но что-то тут как-то магия. Ну еще можно вот так давлять, кстати, библиотеки. Может из-за этого. Там мы же, у нас основной репозиторий, это находится сверху. То есть это не рутовый, да, такой. Может там что-то происходит, вот что-то непонятно. Где-то какой-то скрипт, который от, вот видите, вот lips, там, jar. Может от этого он давлялся как-то. Так, lips, lips. Тоже нет вроде, да. Тут тоже нет. External libraries. Ну, в общем, вот так. Где-то в каком-то месте есть какой-то hidden script, который это давляет, да. Давайте продолжим. Да, угу. Вот мы добавили, добавили lifeCycle. И vnit, vnit это когда вызывается конструктор, получается. Мы вот этот lifeCycle, скажем так, добавляем из себя, да. Ну, можно так не делать. В принципе, можно отсюда тоже добавлять. Но тут да, тут используется вот этот метод. Ну, давайте его тоже будем использовать. И старт таймер. Можно так annotate сделать. То есть, если вот так сделаете. Оп. Давайте добавим. И same thing for stop таймер. То есть, ну, вы поняли, да, думаю. Так. То есть, когда он стоп вызывается, вот этот метод будет автоматом вызываться. И same for this one. Right? So, but. Yeah. We need to pass lifeCycle here. То есть, нужно тут добавить у нас lifeCycle. И вот, получается, создаем этот класс. Когда создаем, вызывается init. То есть, когда конструктор. И в init мы добавляем вот этот класс, как observer, да. То есть, в этот lifeCycle. А lifeCycle передаем от activity. То есть, this.lifeCycle, да. Можно здесь не писать. Вот так, типа. То есть, lifeCycle это часть у нас activity. То есть, component activity. Component activity это тот activity, который имплеменцирует интерфейс lifeCycleOwner, да. Вот из-за этого мы сможем достать вот этот lifeCycle у нас. То есть, я что-то говорил, типа. У нас есть lifeCycleOwners. Получается, у нас component activity имплеменцирует lifeCycleOwner. Ну, то есть, это есть owner, да. Можно, да, тут тоже посмотреть эту иерархию. Там должен быть component activity, да, вот это. Вот он имплеменцирует lifeCycleOwner. И из-за этого мы сможем достать вот этот lifeCycle класс, да. То есть, у lifeCycleOwner есть такой класс. Вот тут про это я сказал. И есть еще lifeCycleObserver, да. Который мы тут добавили, да. И вот этот lifeCycle можно добавить observer. Вот. Ну, давайте сделаем commit. Так. Ну, давайте сначала зараним его. Опа. Ну, давайте посмотрим логи. Удалим. Удалим. Вот. Ну, все, да. Вроде работает все. То есть, вызывается вот это и вот это. Ну, а не, постой. У нас старт таймер тут. Мы должны были это удалить. Что-то. А здесь точка lifeCycle. Холдс. Ну, да. Вот. Remove the call. Да, да. Я забыл удалить их. Поэтому, кажется. Так. Быстро-быстро вызвал. Ну, сейчас вроде нормально, да. Там не секунда. То есть, он быстро вызывает. Если заметили, то сразу он быстро добавляется. То есть, ну, по два раза, да. Потому что мы его два раза вызываем. Тут и внутреннего, да. Старт таймера. Два раза вызвали, то есть. Так. Давайте тут это удалим. А теперь перезапустим. Теперь должен быть секунда. Тисним. Вот. Теперь нормально уже. Через каждую секунду. Ок. Угу. Если это нажмем, то у нас вызывается он стоп. Он стоп вызывает вот этот метод. И у нас это останавливается. И у нас получается main activity более такой clear, да. It has like, still it has many responsibilities. То есть, у него много ответственности, но кода стало чуть меньше, да. И понять стало чуть легче. Поэтому вот используется такой, это называется типа decoupling, decoupling logic. То есть, мы логиков перенесли сюда, да. Вот. Вот. Давайте сделаем commit. Кажется, мы это тоже не commitнули. Turn this error. Пример. Да. Ну, получается. Вот тут мы делаем, изменяем только этот файл. То есть поэтому можно его просто commitнуть. Вот так. Ну, чтобы не ревертнуть, да. Можно просто его commitнуть. И это у нас четвертый степ уже. И первый, да. Так. Хоп. А вот. Выбираем только этот файл. И на втором мы меняем уже activity. И commitнем его отдельно, да. Так. Два. Ой. Все. История у нас сохранилась вот так. Вот. 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 мы будем симулировать shutdown и вот этот, вот этот метод будем использовать. Как его использовать, да. 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 Ну, то есть есть такой кейс. Вот. Допустим, вы. Ну, допустим, юзер, да. Вот. Пользовался приложением, пользовался и так ушел, да. И другим. Ну, так ушел и там. Ушел надолго, да. Типа. И. Или там пользуется другими приложениями, да. Которые там. Ну, допустим, играет игру, да. Которую какую-то. И. Получается, в тот момент. Андроид может shutdown делать на наше приложение. То есть он может вот это приложение удалить, да. Он не исчезает и ресинс скрин, но его процесс умирает. То есть если памяти не хватает, он его вот так удалит, да. Ну, тут про это говорится. Да, вот. То есть он, Андроид, он фокусируется на foreground, да. Который сейчас происходит. Если пользователь играет в игру, и если там что-то не хватает, то он будет остальных убирать, да. Типа так. Убивать. То есть остальные процессы. Вот. Ну, да. Вот. Лимит есть. И. Это иногда нам нужно, да. Чтобы что-то сохранить, да. Когда этот процесс умирает, нам нужно будет что-то сохранить, да. И вот как раз для этого используется вот этот метод. Сейчас его рассмотрим. Ну, чтобы это симулировать, вот так же сложно, да. У нас тут игр нету, да. Ничего нету. Мы можем использовать tool, который называется Adobe, да. В общем, Adobe, да. Вот. Давайте его используем. Давайте. У меня здесь вроде есть. Он, да. У меня есть. Если у вас нет, там вам придется. Ну. Нужно вот так тайпить, да. How to install Adobe. Или. How to enable EDB, да. Enable EDB. И на Android Studio. То есть, или install. Можете тут посмотреть, то есть, как это делается. Ну, вот тут, скорее всего. Да. Вам в PES нужно будет добавить ваш путь. Вот Platform Tools. Тогда его будет видно из любого терминала. То есть, ну, в Windows это PES. В Mac я, наверное, забыл, как делается, но он, кажется, под капотом уже поддерживается в Mac. Вот. Ага. Ну, а вот это Adobe, он очень полезен. Вот, вот эта программа есть, CRCPI. Он, по-моему, under the code, он, типа, использует Adobe тот же самый. Вот. Давайте. Много чего можно делать с ним. И один из методов это убивать процессы, да. То есть, вот этот метод, он убивает процесс, который имеет такой пакет-то, такой package, да. Package у нас, package можно найти в манифесте. То есть, тут можно вот найти package, можно вот его скопировать и поставить сюда. И если сделать the kill, то у нас процесс умрет. Ну, давайте попробуем. Опа. Да. Мне кажется, нам нужно вот так сделать. Давайте lockcat откроем. Ой. Стоп. Так. Lockcat. Ну, вот у нас жив-то пока он. И теперь попробуем. Так. А, это из-за этого я об inspection. Ну, ладно. Trust up. Continue. Попробуем. Еще раз попробуем. И lockcat. Эх. Традиционный лайв. Да. П HOYT. Не лови. Главное. Ты просто собственно п���оварен. И прод have команду. Очистки. Все, апрек, допустим. А, теперь это деньги. Это деньги налево. Ну, давайте filamentи нас либо. Попробуем. الأ Ivana. Интересно, что у нас Scientific origami sendo Winner и montTech. Shadow diret Beck, ты proceder, подтвертый. не делаем вот так все что-то хаса куста миссика лоптер дарасна а выигры хос хойсты вообще кажется на вот эта команда кажется чуть так не вовремя на вроде работает не а там получается нужно уйти вот так надо по другому никак потом килл и все на вот это базовый это процесс айди то есть вот он стартовал тут процесс и тут он умер да вот это тут уже дай другое видите то есть он стартовал другой процесс тут вот и если вот посмотреть у нас нету он destroy да тут прикол да он для строя вроде должен вызваться но когда вот так умирает то есть вот так система его если вот так сделать то он destroy у нас не вызваться и мы не сможем знать вот этот не сможем то есть хендлить вот это как ивента и на вот он сэнд стоп мэссэджис тэммини процесс а да вот патроны и взяты извините бакраун на вот ну поэтому надо важно читать то я вот это не читал думал знаю но как-то не знаю на то есть если только ап у нас бакраунде тогда он вот это убивает то вот да вот он из строя не вызвался ну если вот обратно зайдем то у нас процесс создается и вызывается он крейта хотя у нас ласкли вызвался он стоп то вот ну то есть вы есть restart sub4u то есть он заново его создает и тут вот самая важная часть это он передает предыдущий стейт то есть там будет стоит предыдущий вот когда вот такой происходит система когда убивает он вот сохраняет ваш стейт то есть то бандл тебя бандл это у нас как холдер да стоит холдер ему сохраняет и да он еще сохранять есть его с какой-то там edit текст и текст юга он сохранить это тоже то есть view стоит он тоже сохраняет если у вас был эти текста и там был какой-то текст если он так убил и заново когда вы возвращаетесь этот текст там будет но для этого как я знаю да вот у нее должен быть айди да то есть уйди текста должен быть айди но если вы используете constraint layout там айди по любом там будет да вот ну еще он хранит пэк стейк потом это пройдем тоже но android не знает там он не знает про наш этот каунтер да и на каунтер про этого не знает да и нам нужно как-то ему сказать а вот это тоже нужно нужно сохранить то типа чтобы когда возвращались его было видно да вот вот для этого используется как раз вот это метод давайте если у нас есть у нас комита тут нету то есть он может он дает шанс чтобы сохранить какой-то small amount of information да то есть именно какой им он то тут можно вот так посмотреть андроид макс пандул со есть вот так у нас лимит это только один мегавайт ну куда вообще даже один дик не мегавайт не стоит использовать потому что это не урбешен стипа вот видите там вообще 500 киловатт то да даже вот это не стоит использовать так долго потому что как я сказал вот если у вас там иди текст он это тоже хранит и это может привести то 500 мегавайт если вы там что-то 500 мегавайт храните и там он дополнительно будет хранить эти текст то это вы крашу же и это будет это может быть не всех девайсах то только вот не веришь и вы можете это не заметить поэтому очень желательно хранить самые такие маленькие данные да небольшие там картинку нельзя хранить вот ну давайте попробуем его сохранить давайте посмотрим сначала когда он вызвется и допустим наше приложение опустился и тут видим вот эти три метода и когда нажимаем home у нас вызывается вот этот метод если килл делать то есть вот это у нас вызывается да когда мы нажимаем home да он он вызывается когда наш ап уходит в бэкграунд и и и и и и и Давайте сохраним что-то в этом методе. Ну а у нас это не может быть, тут before, нужно before, то есть у нас если класс, то нельзя константу декларировать, константа должен быть тут или внутрь компаниент объекта, или объекта, вот тут вот у нас есть получается объект out state и мы можем хранить что-то к нему, ну то есть вот это, то есть у него type bundle и bundle, да, это collection of key-value pairs, то есть давайте вот это у нас bundle и в bundle можно сохранить там int, string, да, самые такие базовые объекты. Можно еще вот parseable, вот это тоже, потом пройдем, если есть, то тут будет. вот тут сохраняем мы revenue и тут сохраняем еще наш этот проданный и таймер, да, наш. на, давайте это сюда перенесем. пьем вот так-то, чтобы было понятно. ну и вот самое то, это вот когда у нас вызывается on create, вот, вот это самое важное, вот он передает то, что мы сохранили. если это, если наше приложение было закрыто, да, или убито там через android.os, да, то есть тогда он тут передает. но обычно же после on stop on create не вызывается же, то есть вызывается on start и так продолжается, но если наше приложение было закрыто там с android.os, то у нас вызывается on create и передается тот bundle, который мы тут отправили, да, то есть с этими данными еще там будет данные там edit text и другие, да, но нам важны вот эти данные именно. да, давайте коммитим тут. вот тут у нас будет вообще пятый вроде степ и первый, да. и мы можем их доставать, да, точно. да, вот тут про это говорится. если у вас activity was starting fresh, starting fresh это вот когда первый раз вызывается. то есть он, то есть он был так с руками уничтожен, да, и вызвался. это, давайте все это удалю. ну то есть вот, вот так вызвался он start refresh, да, там, там ничего не будет, потому что пользователь сам его удалил, да, вот так. и тогда он destroy вызвается, то есть мы это узнаем. а если вот так вот, вот он зашел и там ушел так, и потом в какой-то момент система решила его убить, да, типа, потому что не хватало ресурса. тогда вот, когда пользователь обратно заходит, вот тогда у нас приходит bundle, да, ну давайте это посмотрим. и вот такую логику можно добавлять тут. так, после aftercode, you want created. ну то есть здесь, да, давайте выберем. revenue. то есть мы тут проверяем, было ли у нас скилл, да, то есть OS, там, если было, то нам нужно восстановить, да, revenue, чтобы пользователя не было непонятки, да, а то пользователь может так прийти, он же не знает, что OS это убило, да, процесс. он придет, а там все reset, ну тогда, ой, это у нас три версии. вот это, да, он видит 0, да, типа, а он уже там сколько раз это кликал, он приходит и видит, что это 0, да, ну давайте попробуем. и обратно зайдем, и тут 0, да, типа, и это непонятно будет, поэтому нам нужно их восстановить, да, вот. там вот, желательно вот английскую версию читать, потому что вот, когда я так говорю, вы начнете понимать, и у вас там словарный запас еще увеличится, и когда вот документацию будете читать, там тоже будет понятно. то я сейчас на русском говорю, если вы не читаете это, то это документация же на английском. тут можно, да, русский сделать, но это так себе русский, да, во многих местах английские видео все на английском, поэтому лучше, да, вот это читать все и понимать, да. вот, да, вот тут говорится, и, кстати, вот это он тоже один из таких частых вопросов в интервью, его любит задавать кто-то. вот, если поймете и объясните, это прям будет огромный плюс вам. вот, ну да, вот ревеню мы взяли, давайте возьмем другие два. ну, это, получается, вот это у нас дефолт веалу, да, ну, то есть, если мы так его не сохранили, ну, хотя это вряд ли, да, потому что мы всегда вот это сохраняем, да, то у нас дефолт 0 возвращается. ну, если там у вас тут какой-то condition, да, типа, ну, там, ну, допустим, это просто пример, да, if, там, seconds count equal to zero, то его не сохрани, да, тогда он, получается, у нас 0, и он возьмет вот этот дефолт веалу, да, вот. ну, давайте запустим его. compile and run up. да, вот, нужно будет вот это, five times, да, нажать, типа, угу, и нужно будет уйти и вызвать kill, да, вот, из recent screen нужно будет обратно зайти. вау, хорошо, панки, давайте посмотрим, что за прикол. ну, чтобы краш посмотреть, нам нужно вот так сделать, нам можно вот так сделать эрорда. ну, давайте еще раз взойдем. так, тут. ну, возьмем несколько раз, уходим, делаем kill, и теперь нужно посмотреть. вот тут краша. что за краша? а не решала взять property exception. аааааааа я, кажется, понял. вот это же мы не создали, нам нужно было его создать сначала, потом его восстановить-то, ну, то есть, можно вот этот класс перенести сюда, да. ну, и, в принципе, вот это все можно перенести обратно, в самом конец, да, типа, что все у нас было инициализировано. да, давайте попробуем. ну, вот это тоже важный навык, да, вот, если что-то у вас не получается, посмотрите вот этот краш, да, можете это убрать и можете поставить, чтобы быстро найти и дебажить, да. ну, давайте еще раз возьмем. и делаем, выходим, делаем kill, зайдем обратно. у нас ничего нет, да? а че? time of seconds count, time of seconds. мы сохраняем же них, да? да, блин, сохраняем. инициализируем, да? yeah, вот это нужно. все вообще не нужно, что-то он выйдет в но это情況 д WA O 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 X O 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 O. да, давайте нажмем, уходим, нах calik log-кат обратно вернем, вот, вот, у нас это вызвался, то есть он сохранился и делаем kill и вызываем вызываем еще раз да еще раз вот получается он create вот таймер он сумел восстановить то есть таймер восстановился начинался от 50 то есть вот это у нас работает но что-то он что-то это не то ревью а да прикол вот видите тут мы ревью тут поставили но он прошел перед ним да вот я обратно вот не читал по сути там надо было там где-то указано там точно было указано типа видите автор десерт таймер сетап то есть вот да поэтому вот важно читать вот так будете сидеть да у нас было вот так же вот тут стоит типа автор десерт таймер сетап то есть нам нужно было поставить его именно сюда order matters да типа то есть мы создаем тут потом ему даем вот этот int потом вот создаем вот эти два потом даем их к биндингу да то есть инвестируем биндинг вот теперь точно должно работать давайте сделаем уходим делаем kill и заходим обратно все сохранился вот так вот это все прошли вот еще остался еще один сын это у нас а то есть мы же было вот такой вот когда мы нажимали это он изменился да и что вот это показать нам нужно этот менять и вот это метод метод то то есть давайте то есть вот когда мы кликаем ну вот это место он вызывается у нас тут он дезерт клика то есть нам нужно вот он получается берет все десерты десерт это у нас просто листов дроблс и их прайста и их так каунта типа и получается он что он делает он берет эти десерты а вот он берет этот каунт если он потом проходит через все десерты через все десерты а видите у него это менялся цвет то есть когда мы покупаем много десертов он меняется да то есть тут логика тебя такого что вот когда вот этот каунт меняется он зависимости от этого каунта он поставляет разные десерты да потом просто вставляет имидж да когда он находит нужный десерта обновляет нашу картинку да и нам нужно вот это тоже показать тату а то сейчас у нас получается вот так уходим kill и вот заходим вроде все это правильно но имидж не тот поэтому нам это нужно восстановить и для восстановления нам просто его нужно вызвать после того вот здесь то то есть если у нас активити был завершен там такая уезд и совершил да у нас наш активити да ну давайте еще раз посмотрим уходим уходим делаем kill обратно заходим а мы же не нажимаем нажимаем вот это да он должен быть сейчас видно да уходим нажимаем kill и обратно заходим все картинка все работает кто то есть восстановление стоит она так давайте двигаться дальше есть еще такой специальный кейс это у нас получается configuration changes и вот это тоже важно тоже часто спрашивается вот давайте следую ну да давайте продолжим ну и вот есть понятие получается configuration change и он бывает в разных ситуациях один из них это поворот экрана то есть когда мы поворачиваем экран у нас происходит configuration change и И, ну, другой, допустим, когда мы меняем язык, да, то есть, когда мы меняем язык, или тему, допустим, там, white team, night team, да, вот, тогда происходит у нас configuration change. Давайте сделаем поворот экрана. И вот этот. Да, тут произошел у нас configuration change. И в локате мы увидим, то есть, он не терялся, да? Давайте очистим. И обратно. Ничего-то не то. Сейчас. Ланскип, ланскип, мод. Так, что-то не то. Почему он не называется? А, я понял. Мне кажется, у нас приложение так, приложение написано, что мы не должны реагировать на configuration change. Нет, хотя нет. Давайте еще раз попробую. Нет. А, да, вот это нужно нажать, да? Вот теперь он точно пересадался. Вот видите, то есть, он у нас такой, когда мы просто вот так делаем, можно нажать еще на это, ну, именно в этом девайсе, да, чтобы у нас произошел configuration change. Вот он пауз, он стоп, и вот вызывается вот это тоже, он save instance, чтобы сохранить наше состояние. И когда мы обратно, activity, то есть, у нас здесь строится, и когда обратно вызывается onCreate, нам передается тот бандл, который мы сохранили, да? Если это configuration change, и если это там force kill, да, в двух случаях. Если это, если пользователь сам ушел вот так, то есть, он сам закрыл, то это у нас не передается, хотя мы его сохранили, да? Потому что пользователь сам ушел, да? Вот. Ну, так как у нас код уже это хендлит, он будет у нас работать без ошибок. Вот. Вот это тоже вопрос из интервью, то есть, там могут спрашивать про configuration change и про handling. Если вы это поймете, то сможете легко соответствовать. Ну, да, тут, тут он проверяется, получается, он комментит. Давайте, давайте, комментируем вот это. И обратно вызывает. Давайте нажмем. И вот, да. Еще у нас 0, да? То есть, не сохранился. Тоже нажимаем и обратно вызываем. Опять 0, да? То есть, он стоит не сохранил, да? Представьте, что кто-то смотрит видео, да, там, допустим, как YouTube, да, у вас приложение. И он смотрит, смотрит, там, и он случайно так поворачивал экран, и после поворота у вас видео снова начался, да? Потому что вы не сохранили, где стоит тестовое. Вот. Поэтому нужно сохранять, да, стоит. Ну, в случае видео это может быть просто second offset, где он был. На, вот это у нас solution code. А давайте еще раз комментим, кстати. У нас последний коммент был 5.1, да? 5.1 это, получается, у нас это. 6.1, да? Что тут у нас? А, нет, это, 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 ой, я забыл на кассу. Да, я забыл коммитить. Ну, ладно, один коммит только забыл, ничего страшного. Нужно вот так сделать. Коммитить. И 5.2. И 3 можно вот так сделать. И вот это поставить, да? А, нет, я тут сохранил, да? А, да, тут сохранил, а, да, только один коммит, оказывается, да. 3. Вот так, да, все. Ну, коммит можно не сохранить, да, потому что комминтили, потом обратно убрали, да? И давайте сохраним тоже. Коммин. И делаем, да, давайте я, кстати, покажу преверт, вот это у нас последний коммит. Если нам нужно отменить, это второй способ сделать преверт. Нужно сделать преверт коммит, то есть он создает преверт коммит, и у нас отменяются последние изменения. Понятно, да? Солошен код, вот у нас summary. Да, давайте пройдемся по summary. Получается, у нас есть тут lifecycle tips, и... Да, lifecycle используется для декаплинга. То есть если у нас в Activity много, мы можем использовать lifecycle, перевести, да? А, вот, library, это я про library. Ну, lifecycle это про этот Android lifecycle, да? Activity lifecycle. Ну, то есть, допустим, если у нас видео, мы должны его стартовать в onStart и остановить в onStop, да? Чтобы видео у нас не играло, когда пользователь ушел от экрана. Это зависит от вискейса. Можем сделать также onCreate, onDestroy, или можно сделать еще onResume, onPause, да? Вот, есть lifecycle библиотека, есть owners, observers и lifecycle object, да, который хранит owner. Используя их, мы можем создать отдельный класс, который смогут получить вот эти lifecycle ивенты, да? Используем вот эту аннотацию. Да, process shutdowns, это вот то, что мы делали через Adobe kill. И в таких случаях нам лучше хранить activityState. Потому что у юзера будет confusion, да, если мы его не храним. Да, мы можем его получить в onCreate, состояние, которое мы хранили, мы можем получить в onCreate. И еще есть метод onRestoreInstantState, но часто использует onCreate, да? Должно это тоже использовать. То есть он вызывается отдельно. Давайте посмотрим тоже. Покажу. Быстро. onRestoreInstantState. Давайте добавим логинг. И добавим вот это. И видите, у нее bundle не нул. То есть у нее всегда bundle будет, так как он вызывается только тогда, когда у нас произошел process shutdowns или configuration change. Ну вот это если перенесем сюда, он не сработает, потому что он вроде вызывается после onCreate, то есть чтобы он сработал, нам нужно все это туда перенести. Так, а так поэтому, да, лучше не перенести его сейчас. Ну да, давайте просто так посмотрим. Чистим. И нажим. Ну, это можно не нажать. И вот видите, onRestoreInstantStateClone. А, даже после onStart, он называется, оказывается. То есть, да. Поэтому желательно он create использует, да? и проверять на нул. Обратно. А, нет, не туда. Вот так. Вот. Он обратно вызывался. А если просто вот так, он не вызывается. Если просто backbutton, то он тоже не вызывается, да? Вот его нету тут. Вот. Ага. Ну, вот, хранится это bundle. Для, если у вас есть такой edit text, text view, да? У которого какой-то текст, он это хранит автоматом. Если у него есть ID. Да, мы можем вот хранить bundle, потом получать. И у нас максимальный это 500 киловатт, но это лучше не использовать, да? Лучше хранить очень маленькие данные. А то он может перевисеть и runtime crash получит. Вот configuration change, это вот когда язык меняем, когда меняется ориентация. Ну, все вроде. Learn more. Да, есть у нас Jurassic course. Как раз на английском. Создан экспертом и Google. Вот. Если нужно, можете посмотреть вот это, как замена. Вот. Что здесь? Это вроде. Да, тут есть официальный гайд. Вот тут тоже классно объясняется. Про стейды. Все, вот Timber. Homework. Да. Ну, давайте. Пробежимся по вопросам, чтобы точно понять, да? Your app contains a physical simulation that requires heavy computation to display, да? То есть пользователь начал играть игру, да, допустим. Then the user gets a phone call, which was the following true. During the phone call, you should continue computing the positions of objects in the physical simulation. During the phone call, you should stop computing physical simulation, да? То есть, какой лучше? Ну, естественно, нам нужно остановить, потому что его не нужно. Он будет там занимать память, батарейку будет отнимать, так как это не нужно, потому что пользователь сейчас в игру не играет, да? Чтобы это сделать, нам нужно там on-stop или там on-pause, это зависит от ситуации, да? Что-то остановить, да? Второй вопрос. Which lifecycle method should you override to pause simulation when the app is not on the screen? То есть, ап вообще нет, да? Это у нас получается on-stop, да? То есть, on-stop, когда app invisible, да? То есть, пользователь ушел. On-pause – это когда app visible, но не в фокусе, да? Это вот когда диалог мы вызвали. To make a class lifecycle over, throw the Android lifecycle over, which interface should the class implement? LifecycleObserver, да? То есть, implementим вот этот interface, потом его добавляем, да? AdObserver. Under which second does, I can admit, you receive a bundle with data in it. Ну да, вот. Restarted. То есть, или rotated-то. Ну, то есть, restarted after rotated. Activity started from scratch. Тут он не будет. Resumed after returning from the background. Тут он тоже не будет, потому что он... Этот device is rebooted. Угу, прикольно. Тут будет, не будет. Давайте посмотрим. Device rebooted. Coffee exchange. Кажется, мне кажется, будет тут. Был такой кейс, когда батарейки мало, и отключается приложение, то тогда он сохраняет. Ну, а вот именно девайсы rebooted. Вот это прикольно. Reboot. Не, нету вроде. Угу. Теперь, можно вот так посмотреть Android. И снова, конфи, гуратион, changes, да? Так. а вот most common uses это вот это давайте вот так посмотрим тут можно их вот так посмотреть еще кстати и калтусом сын и тут можно ну а не дешевле . значит он открывает эти вот так посмотрим нам в разной ситуации да вот у нас orientation screen size touch screen а вот будет реку ты вердит документ launch mode или не будет спорту да да я ушел в касс вот тут они были скринцы и вроде нет ну давайте посмотрим можно же посмотреть он до сих пор играет вот так делаем он сохраняет сейчас то есть все работает и давайте делаем ребутер как это делается power вот так restart ну вот если что то не сможете найти на на худый конец можно вот так посмотреть да next вот он создался теперь давайте откроем наш activity ого он стоит прикинь он крит а не 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 хранит оказывается он да то есть это у нас false все все see you next time а